За спиной человека, которому сейчас денег не хватает элементарно на дрова и еду, жизнь достойная мемуаров. Геннадий Попов успел сменить около десятки профессий от продавца в магазине до директора по снабжению в таксомоторном парке. Но вся его жизнь пошла по наклонной после одной поездки в Бурятию. Значит, поехал в Оланды. Ну и это, там сотрудники ГАИ, это, без знаков отличия, безо всего. Я не стал, там испугался, деревня другая. Ну и это, на Тойоте. Не остановился, они с меня с автомата дали стрелять. Ну а дальше, рассказывает Геннадий, авария, из-за которой у него парализовала правую часть тела. Дальше хуже. Жена умерла, падчерица выгнала. Помогает сосед дров натаскать, наколоть. Даже посуду Геннадий не может вымыть без посторонней помощи. Трудовую пенсию, говорит инвалид, не платят. Почему-то у человека, работающего с 15 лет, не смогли найти документы, подтверждающие стаж. А походы по архивам и пенсионному фонду ничего не дали. Живет на пенсию по инвалидности, получает чуть больше 5 тысяч. Но разве этого достаточно? Пенсия на что? Вот заплачу за квартиру, за свет заплачу. Найду 2 тысячи. Не знаю, как вот. Хожу, попрошаю еще иногда. Что сделаешь? И даже когда уплачены все долги за коммунальные услуги, остается последняя проблема. Дом старый и топить его надо самому. А на оставшиеся от пенсии крохи дров не накупишь, хоть стулья жги. Пенсионер просит забайкальцев помочь ему. Помогите, пожалуйста, дровами. Я не могу. Мне ничего не надо. Дрова только и все. Дрова, чтобы помогли. Дрова колотые. Потому что дрова я сам не могу расколоть. У меня никого нет, незнакомых никого. По словам юристов, у Геннадия только один способ вернуть пенсию – обратиться в суд. Такие дела редко заканчиваются в пользу ущемленных граждан. Но можно попробовать. Есть люди, пенсионеры, которые тоже работали в это время на этом же предприятии. Да, и они получают пенсию. Мы-то засчитали. Бывает такое. То есть, обратиться в суд можно, если есть вот такие знакомые. И они живые. Только такие свидетели для суда имеют ценность. А пока Геннадий думает, как ему прожить день грядущий и ждет, когда чуткие телезрители привезут ему дров хотя бы на один день. Никита Гребенников, Николай Шунков, ЗАП-ТВ.